Всем привет, дорогие друзья! Канал Покошеварим, жертва маркетинга. В общем, по перекрестку. Хожу, брожу. У меня вообще несколько вариантов. Либо перекрестки, либо пятерочка моя любимая, либо лента. И все, в общем-то, и рынок у меня. Вот где я могу ходить, бродить. Поэтому каждый раз говорить где не буду. Вот где-то там. Вот. Но, кроме как, в перекрестке я вот этого не видел. Это новый продукт от Палыча. Причем он вообще ни разу не круто брендирован. Потому что все остальное от Палыча, всегда ты понимаешь, что это от Палыча. А тут как будто что-то какой-то ноунейм. Нет, тут есть надпись от Палыча. Но она не очевидна. То есть непонятно, что это тот же самый продукт. Короче, у нас здесь кулинария. И она продается вот прям в магазинах. Сырные крокеты, медальоны из курицы, греча, гуляш гречи и курица с картофелем. Довольно простые блюда. Известный производитель. И безумные цены. Не, я обратил внимание, что там что-то все за 200 рублей. Но я тут посмотрел, думаю, ну греча с тушняком сколько может стоить? Ну типа там 150, ну 200 рублей. Не, у Палыча нормально возьмет, знаете, сколько гуляш у Палыча 256 рублей. Вот он возьмет, например, вот за 250 граммов вот это. То есть цены абсолютно такие же, что с доставочкой абсолютно вот только что приготовленные блюда. Черт его знает. Мне кажется, что Палыч уже немножко оторвался от земли. Вот, со своими продуктами и вот устанавливая такие цены обычным людям, это что-то какой-то перебор. Многие скажут, да, где-нибудь в азбуке вкуса это все будет дороже однозначно. Но как бы это типа азбука вкуса, а это вроде бы как ширпотреб, назовем так что ли. Поэтому мое мнение, что Палыч офигел в плане ценообразования. 250-280 за некоторые блюда рублей это слишком. Но при этом, как всегда, абсолютный респект за содержание, потому что тут только гречка, только вода, говядина, лопатка очищенная. А, нет, лопатка бескостная, очищенная это вода очищенная. Томатная паста, томаты, соль. Ну, также абсолютно в каждом продукте, то есть состав здесь очень хороший. Сыр и дам. Ну, по сыру, понятное дело, там могут быть какие-то вопросы, да, но тем не менее. Вот, производят это все ООО Гурман, Россия, улица Ленская. А, нет, производят в Балашке, это, видимо, юридический адрес на Ленской. Вот, масса нета 300 грамм, я бы что-то сказал 250. А, ну, потому что гуляш вот реально 250 грамм. А вот это блюдо 300 граммов. После вскрытия годен 12 часов, до вскрытия... Сколько хранить-то? А, 10 суток, 10 суток хранятся вот эти коробочки. Итого, у нас здесь есть крокеты сырные, гуляш мясной с гречей, медальоны из курицы с пюре, очень просто все. И вот что это? Курица с картофелем, тупо вот так вот. Готовятся они все одинаково, в микроволновке подогреваются. Две минуты, при мощности 700 ватт. Две минуты, две минуты, и здесь, пожалуй, две минуты. Блин, ну не стоит это таких денег, серьезно. Смотрю на упаковке и думаю, блин, ну хотя бы меня как-то попытались бы обмануть, что ли. Какой-нибудь черный крафтовый картон, золотые буквы. Так нет, пластик. Блин, ладно, давайте вскроем. Вот эти вот упаковки, они вскрываются черти как. Кстати, про золотые буквы-то я зря. О, смотрите. Голда на месте. 200 голды по моей скидке. Блин, как мне эта реклама утомила. Отвратительная упаковка. Неудобно, только Самура выручает. Не только пятерочка выручает, а еще и Самура, поняли? Сырные крокеты с рисом. А еще обратите внимание, здесь нарисована вилка, и складывается впечатление, что вилка должна быть внутри для употребления этого блюда. Но это не так. Самурочка выручает. Вот итогу у нас 4 блюда, которые выглядят весьма годно. То есть, действительно, гуляш похож на гуляш. Вот это вот с картошкой похоже на вот это вот с картошкой. Курица, да, вот куриная грудка. Здесь куриные котлетки, и здесь сырные крокеты. Тут вообще мяса, то бишь, нет никакого. Это сырные крокеты. Давайте начнем с пресловутого гуляша, да. Вот гуляш, который стоит дофига денег. 200, сколько, 60 рублей. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь кусочков мяса. Это неплохо. Это восемь кусочков мягкого мяса. Это гречка, судя по всему, хорошо сваренная. Потому что, смотрите, она не слипается. Но это обычно. Это просто гуляш, который стоит, блин, вот столько денег. Абсолютно обычный, хорошо сделанный гуляш, который вы сами можете сделать у себя дома. И, конечно, это выйдет гораздо дешевле, чем вот здесь. Да, говядина это дорого. Но тут говядины, я извиняюсь, граммов, наверное, 50. Гречка, вообще ничто. В очередной раз убеждаюсь, что... Палыч, что это вообще? Ладно, давай посмотрим вот эти вот сырные крокеты. Это, по крайней мере, наверное, самое любопытное блюдо. Стоит 286 рублей. 300 граммов, 286 рублей. Крокеты у Палыча. Два сырных шарика. А внутри сырных шарика сыр. Судя по консистенции, типа сулугуни или адыгейского. То есть, это не какой-то такой типа чеддера сырок. Ничего подобного. Вот, и здесь рис. Рис с какой-то зеленью, наподобие шпината. И в каком-то сливочном соусе. То есть, это уже даже несколько похоже на ризотто, нежели на просто рис чем-то залитый. Ну, давай попробуем. Пахнет, в принципе, это перспективно. Тут вот прямо и написано, короче. Это сырные крокеты со сливочным ризотто. Вкусный сливочный ризотто со шпинатом. Хорошо сделано. Это не тот рис, который мы обсуждаем все время в суши роллах. Это уже такой переваренный. То есть, ризотто это каша. Это каша и по-другому быть не может. Именно так и должен быть ризотто по ощущениям. Хорошо сделано. Реально вкусно. Плюс я еще очень люблю шпинат. Так. Вкусное блюдо, но оно не для подогрева. Если ризотто очень даже ок, то вот эти сырные шарики. И реально, слушай, сейчас я попробую вычитать, что за сыр используется. Эдам и сулугуни перемешаны. Так что, видишь, я едам, конечно, не определил. Но я чисто внешне увидел слишком белую начинку. Очень похоже на адыгейский сулугуни. В принципе, вкусно. Но после подогрева сырные крокеты превратились в кашку. То есть, прикольно, когда они вот только что приготовлены из фритюра. И ты вот так вот берешь, там, я не знаю, руками или вилкой. Сыр тянется. Снаружи хрустяще. Сейчас это просто такое в форме колобка месиво сырное. Но это блюдо интересное. Если гуляш за 260 я вообще не понимаю, то это блюдо, по крайней мере, оно чуть более запарочное. То есть, тут надо вот ризотто готовить, да, соответственно, там, контролировать, подливать жидкость в нее, чтобы впитывал рис и так далее. Надо запариться, фритюр нагреть. Ну, что-то такое необычное. То есть, гуляш это капец какая столовка. Вот это необычное блюдо. Опять-таки, 290 рублей за, там, 250 граммов, 300, это совсем, конечно, не то. Ну, вот у нас, возвращаемся к обычным блюдам. Это курица, давай, уже растут. Написано, медальоны из курицы с картофельным пюре. Все прям как написано. Вот медальоны и вон картофельное пюре. Вот тут надо отдать должное, что картофель... Ну, слушайте, за такие деньги, если бы у нас была какая-нибудь разведенка картофельная, типа Роллтона, это было бы странно. Нет, тут действительно картофельное пюре, прям самое настоящее, такое структурное. И вот эти вот куриные медальоны. Куриные медальоны, не пойму, они цельные или вот как... Или как типа ленивые я у всех готовлю, то есть на кусочки, потом с яйцом и вот это все обжариваешь, и это всегда вкусно. Похоже, что такой вариант, хотя, конечно, надо попробовать. Это такой вариант, да. Кусочки курицы, кстати, вообще обалденная вещь. Я не знаю, люблю, у меня как-то бабушка, по-моему, на даче случайно такое приготовила, ну, типа у нее были курицы, она смешала с яйцом, пожарила, и получилась, блин, ну, полноценная куриная котлетка. Хотя по факту из остатков что-то такое приготовилось. В общем, довольно вкусно, хорошо посолено, и очень вкусное пюрешко. Это блюдо интересней, чем гуляш. Сегодня гуляш буду вспоминать, видимо, не раз. Медальоны 236, 240 рублей. Опа, хоть что-то меньше, чем 250. В общем, куриные эти штуки вкусные, но не стоят своих денег. Ничего не стоит своих денег вот из этих продуктов. Я понимаю, что там разместиться где-нибудь в перекрестке или в пятерочке стоит каких-то безумных денег, и оно должно отбиваться. Я понимаю, что для Палыча это не бесплатно. Чтобы выставиться в перекрестке, особенно в зоне готовая продукция, которая в середине зала, и все мимо ходят. Это, конечно, дорого. Но, блин, какого черта? То есть я, как конечный потребитель, оценивая это, понимаю, что перекресток с Палычем с меня дерут бабло, короче. И так перекресток на мне зарабатывает, так они еще и с Палыча берут бабки, предоставляя его место, и в итоге я в накладе. Короче, как ни крути, всегда страдает конечный потребитель. Закон. Налоги повышают, акцизы повышают, и вот абсолютно ни один руководитель, директор, хозяин там какой-то предприятия, который не страдает. Он тупо просто повышает цену, и все. И сидит дальше спокойно на мешке с золотом. А мы с вами вот по 280 рублей покупаем. Ну, здесь вообще вот куриная грудка, что-то с грибами. Ну, а здесь вот отваренный картофель, какой-то желтенький соус любопытный. И, как написано на блюде, это курица на пару под грибным соусом с картофелем. То есть под грибным соусом мы понимаем вот эти вот 6 кусочков грибов. Ну, короче, грибной соус, конечно, на таксе не очень активно участвует в нашей сегодняшней жизни, но он как бы номинально есть, и то хорошо. Это куриная грудка, паровая, судя по описанию. И нам ничего не остается, кроме как попробовать. Сажал картофан. Картофан прям на грани. Вот еще там 2 минуты поменьше бы его бы делали, и он бы стал недовареным. Такое аль денте, но вот большой кусок я сейчас попробую. Чуть-чуть внутри хрустит. На самом деле очень вкусный соус вот этот, какой-то на базе сливок. Солененький такой. Непонятно, почему он желтый, что в нем желтого такого. Свежая грудка, шампиньоны свежие, масло подсолнечное. А, яичный желток. Вот, наверное, он и дал цвет. Плюс загустил все это, да? Тоже ничего более, чем сказать, что это вкусно, но дорого, я не могу. В общем, по факту, что сказать. Вот есть в магазинах у нас продукты какие-нибудь замороженные, типа Сытоедов, там Вилон, да? Еще какие-то... Это один уровень, то есть это самое дно. Ну, серьезно, ну, я не знаю, вот эти вот гулеши, макароны там с курицей, которые заморожены. Ну, сколько раз вот я не пробовал и снимал для канала, и так брал там пару... Ну, это все не то, короче, серьезно. Оно очень компромиссное. То есть ты должен быть очень компромиссным, деликатным человеком, чтобы разрешить себе вот это покупать. И как-то, типа, поел и все, хрен с ним, забыли, короче, забыли, оп, и все. Вот такую штуку из Man in Black сделал и забыл. Вот это уровень, конечно, уже прям вообще вот, ну, хороший уровень вкусной еды, которую ты точно так же приготовишь дома, иди сошути надо запариваться. Если ты живешь, наверное, один, ну, и тебе не хочется запариваться, марать кухню, то, наверное, 250 рублей, типа, за ужин, 250-300 граммов поесть. Вкусно, в принципе, поесть, но, пожалуй, наверное, многие заплатят. Но если ты вот семьянин, у тебя там дети, жена, которая готовит на кухне, то вот это все приготовить абсолютно никаких проблем. Особенно гуляш. Ха-ха-ха-ха, будь он не ладен. Вот, но тем не менее, тем не менее, это гораздо лучше, чем заморозка. Вот серьезно, гораздо вкуснее и лучше, потому что там явно работают ребята, и у них руки растут вот, ну, как правильно по анатомии должны расти руки. По факту, с точки зрения вкуса более чем одобряю, с точки зрения цены вообще не одобряю, и никогда не поймут. Такие блюда должны стоить, ну, типа, там, 150-180 рублей, 200 рублей. Не знаю, как они сделают. Пусть Перекресток дает скидки Палычу, чтобы Палыч нормальные цены поставил. Или что там. Вот. А так вкусненько. В общем, вся продукция, в принципе, которая у нас была от Палыча, мы ее пробовали, еще что-то, салаты какие-то попадались. То есть, оно по факту всегда вкусное. Вот. Конечно, вилочку было бы неплохо здесь внутри видеть, но, а в целом, вот, по продукту вопросов у меня нет. Итого я потратил на это где-то 1000 рублей на 4 порции, и вот представьте, что у нас 4 человека, а у нас в семье 4 человека, плюс собака, рыбки и хомяк. И мы вот это все поели, косарик, улетели. Да, с доставкой, наверное, это было бы, может быть, чуть подороже, вот, потому что, в основном, все доставки от 1000 возят. Ну, еще фиг знает. Наверное, мне больше вас надо спросить, что вы думаете про такой формат. То есть, вот, готовы отдать 250 рублей за ризотто с крокетами? И вот за это я, кстати, готов отдать, наверное. За все остальное, пожалуй, нет. Напишите свое мнение в комментах, как вы относите вот к такой люкс-кулинарии. Спасибо, что посмотрели. Жертва маркетинга, канал по кашеварям. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Вот вообще вот... Вот в азбуке, сколько бы в азбуке? Ну, наверное, рублей 400 бы стоила вот такая порция, мне кажется. Ты давно был? Я что-то 100 лет не заезжал уже. Дим? Ну, у нас бюджетная азбука. Азбука этот, маркет, который... Наверное, рублей 400 стоило бы. Каждая вот из них. Спасибо.